Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов и это очередной эпизод из цикла об истории средних веков, четвертый сезон этого цикла, где мы говорим о странах Иберийского полуострова, Испании и Португалии. В предыдущих выпусках мы рассмотрели основной очаг реконкисты, сыгравший ключевой роль в истории Испании, это Астурия, Леон, Кастилия. Однако это было не единственное государственное образование, которое лежало в основе современной Испании и в тех выпусках нам неадекватно встречались такие названия как Памплона, Навара, Арагон. Попробуем разобраться, что это за государство. И опять же основываясь на книге Альтамира и Кривеа, в котором эта тема освещена менее хорошо, чем Астурия, Кастилия, Леон, поэтому еще дополнительно я брал сведения из Википедии. Прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что продолжается активная фаза войны, которая развязала путинская Россия против Украины. Все так же гибнут мирные люди, все так же идут ракетные обстрелы городов и все так же я нахожусь не у себя дома, а нахожусь в относительно безопасном месте. Если у вас есть возможности и желание подбежать в мой проект, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patron.com.ksiv.al, подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-b, а также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени в Elkhart.ru. Итак, на раннем этапе истории Навара и Арагона, Генерал Кривия, как я уже сказал, уделяет этому мало внимания. Он пишет о некотором Гарсии Хименесе, который правил на севере Арагона в первой половине восьмого века. То есть он был младшим современником Пелагии из Астурии. Далее он пишет, что чуть западнее в Пантлоне стал править некий иньегориста, с которого начинается дом королей Навары. Но больше об истории этих земель в своей книге, о раннем этапе истории этих земель он ничего не говорит. Если мы обратимся к Википедии, то там, конечно, информации будет больше. Но в разных сетях, на разных языках будет довольно противоречивое сведение, разные версии, разные имена. И попробуем разобраться в этом хитросплетении. Итак, Википедия указывает на то, что до 20 века основной версии происхождения королевства Комплона, которая потом стала Наварой, была баскская. То есть она основывалась на том, что были средневековые христианские летописи и в частности в них упоминалось о некотором Эннеко Сине Симеона. Значит, его соотносят, собственно, с Индигой Аристой. И есть одна версия, которая выводит происхождение этого Эннеко, сына Симеона, от герцога Воскуни Симеона, который был баском. В 20 веке в связи с изучением мусульманских источников возникла иная версия. И Индига в них в мусульманских источниках был назван сыном еще одного Индига. А супруга вот этого старшего Индига была женой главы дома Бану Кази Мусы I. Из этого некоторые историки делают предположения о несостоятельности гасконской версии и считают Эннеко представителем местной сзади в Памплоне. Кстати, вот об имени. До ныне в области имя Эннеко является распространенным именно вот в этой версии. В Испании его транслируют в Индигу. Весьма известным, кстати говоря, носителем этого имени был Игнатий Лайола, основатель ордена иезуитов. Он был баском. Его назвали в честь Индига из Оньи. А если посмотреть на то, как по-басски звучит это имя, то оно звучит, собственно, Эннеко. Давайте попробуем сделать пазл из тех фрагментов, которые мы можем найти в разных источниках, в разных фрагментах, хроник и летописи, которые можно найти в интернете. С одной стороны, был некий Индигу сын Химену. По-каталонски это скорее Шимену. А по-латыни имя Эннеко сын Симеона. То есть Шимену это и есть Симеон. С другой стороны, в мусульманских хрониках говорится о некотором Ибн Ваннако Аль-Баскунис, который правил в середине девятого века. Ну и вот к этой части пазла хорошо стыкуется с более ранней исторической перспективы. Вот факт, что в Асконе, то есть в Гасконе, на рубеже восьмого и девятого веков правил некий герцог Сегуин, он же Симеон. В 782 году вот известно, что Карл Великий сделал его графом Бордо. А в хронике 812 года этот же человек назван герцогом Восконий. Судя по всему, отцом Симеона был Луп, герцог Восконий. Теперь не коротко, мы упоминали о нем в выпуске номер 9 первого сезона. Лупус по-латыни значит волк. Скорее всего, это перевод настоящего баскского имени этого человека, которое тогда должно было звучать как отцова. Гипотеза баскского происхождения помогает обнести не германские имена потомков, ну то есть Симеон или же Сегуин, Санкти, Санчо и Санш, Гарсия. Но есть противоречия в этой версии. Дело в том, что Сегуин и Симеон это могут быть вполне и разные имена. Потому что Сегуин по-латыни может писаться как Сигимину. А вот у герцога Сегуина, судя по хроникам, не было сына по имени Эннеку или же Индику. Теперь посмотрим на мусульманские источники, которые они достраиваются как бы с другой стороны. Хотя они предыдущим не противоречат, то есть они дополняют их. Эннеку называется Ибн Ваннаку. Ибн Ваннаку, то есть сын Эннеку. Ваннаку это и есть Эннеку. И вот этот Ибн Ваннаку был сводным братом Мусы II из Бану Кази. Ну а Бану Кази это, кстати говоря, тоже арабская транслитерация сыновья Кассия. Арабская версия сыновья Кассия. Кази это Кассий. Кассий это имя, разумеется, ну считается, что он был безгодом, хотя на самом деле с его имени скорее всего он был Бералимленом. Он был графом вот в этих местах, в нынешнем Арабоне. И видимо в ходе арабского завоевания он покорился мусульманам. Ну мы об этом говорили, это было нередко для безгодской знать, знаете безгодского края. Но то, что он был, наверное, ибералимленом, подтверждается еще и тем, что его сына звали Фартун. А Фартун это имя, которое мы встречали в, ну, у галоримлян, в Италии. Так что это в принципе ничего тут странного нет. Так вот этот Фартун правил во второй половине восьмого века. Он принял Ислам и назвал своего сына Мусой. Это был Муса первый. Он был женат на христианке, которая другим браком, неизвестно первым или вторым, была женой Иньиго Хименеса. Вот это собственно Иньиго отец. И он был сыном Химену, то есть Шимену или Симеона. А, соответственно, сын его, Иньиго сын Иньиго и есть Ибн Ваннако. И он сводный брат Мусы второго, соответственно. Но пока мы говорим об отце. То есть, отец был упомянут в густановской летописи в семьсот восемьдесят первом году, когда против него в перенях воевал Абдрахман Первый. Ну, собственно, вот этот вот отец первого Иньиго вполне мог быть герцогом восходящим Симеоном, потому что по времени это примерно то же самое время, восемьдесятые года восьмого века. А могут быть и два разных человека, просто жившие в одно время. Но исходя из всего, о чем мы говорили, вполне вероятно выглядит генеалогия короля Помплоне, которая начинается вот с этого Химену или Симеона, который был баском и жил во второй половине восьмого века. У него были сыновья Эннеко или же Иньиго старший и Гарсия. А вот эта жена этого Эннеко также вторым браком, ну или другим браком была женой Мусы первого из Банухази. Тогда, в общем-то, все, картинка складывается. И когда в восемьсот двенадцатом году Людовик благочестивый расширял испанскую марку, он покоряет Помплону, но уже через четыре года мусульмане отыгрались, вероятно, тогда же в Банухази добились передачи власти там Эннеко Аристе, то есть сыну старшего Иньиго или сыну старшего Эннеко и, соответственно, сводному брату Мусы Второго. В францких летописях за восемьсот двадцатый год вот этот вот Эннеко Ариста, то есть вот сын, был упомянут как граф Помплон, независимый от франков, то есть Помплона не входило в королевство франка. Он тогда оказал помощь, которому Гарсии в завоевании графства Арагон, которая тогда входила в состав испанской марки, то есть была под властью франков. Но Гарсии отказался признать себя подданным Людовика Благочестивого. Посланным императором в восемьсот двадцать четвертом году войска были разбиты в Росенвальском ущелье и Арагон с тех пор стал независимым графством. А Эннеко Ариста, который независимым был и ранее объявил себя королем. После восемьсот сорок четвертого года граф Арагона признавал верховенство короля Помплона над собой. Эннеко Ариста умер то ли в восемьсот пятьдесят первом, то ли в восемьсот пятьдесят втором году. Но мы знаем, что он умер, его сын Гарсия начал править в двести тридцать седьмом году хиджрой. Но это может быть конец восемьсот пятьдесят первого или начало восемьсот пятьдесят второго года по крестьянскому для этой исчислению. Также судя по наварским преданиям, последние десятилетия своей жизни Энеко Ариста был парализован и королевством отправляли два регента. Сын короля Гарсия и некий Химену Гарсес, которого называли в летописях правителем другой части королевства. Вот об этом Химену известно, что его отца звали Гарсия Хименес. И судя по всему, вот Гарсия Хименес – это брат Энеко-старшего. Соответственно, Химену Гарсес – это двоюродный брат Энеко-ависты. Ну или, по крайней мере, близкий родственник, но, скорее всего, вот именно кузен. И тогда получается та генеалогия дома Аристы и Хименес, которая приведена на рисунке, который вы видите на экране. То есть, Химену, его два сына – Энеко-старший и Гарсия. У Энеко-старшего сын Энеко-ависта, у Гарсии сын Химену Гарсес. И королевство Памплона стало родовым в этом доме. Соответственно, обе ветви управляли его частями. Одной частью дом Аристы, другой частью дом Хименес. Иначе сложно объяснить, почему идет такое очередование, которое мы видим на троне Памплоны. Это также подтверждает косвенно фонтенельская хроника, франкская, которая говорит, что в 851 году к королю Карлу Лысому прибыли послы от герцогов Навары, суверенов, Памплоны Энеко и Симеона. Ну, а Энеко – это Иго, Симеон – это Химену. То есть, соответственно, это, скорее всего, Химену Гарсес. То есть, мы видим два правителя в Наваре. Когда Энеко Ариста умер, то его сын Гарсия I стал королем Памплоны, но, по всей видимости, он был соправителем, потому что до 860 года мы видим, что жив Химену Гарсес. Гарсия был образованным человеком, он учился в Кордове, продолжал связи с Банукази, которых тогда возглавлял еще Муса II, то есть, сводный брат его отца. Но постепенно начинается разрыв между христианами и мусульманами, потому что король Памплоны женится на дочери Ордония I, короля Астурии, а Муса II, соответственно, сближается с кордовским умиром. В результате, сначала христиане разбивают мусульман в Альбенге в 859 году, а в следующем 860 году войско эмира Кордовы в ответном походе берет Памплону. Гарсия I был вынужден отдать своего сына Фортуна заложникам в Кордову, где тот проведет следующие 20 лет. Но когда умер Гарсия I, мы точно не знаем. В летописях последнее упоминание о нем приводится в 870 году. Но если он умер в 870 году, или даже чуть позже, то до 880 года власть в Памплоне перешла его кузену Гарсии Хименесу, сыну Химену Гарсеса, который умер где-то в 862 году. Как и в случае их отцов, я полагаю, что это троюродные братья, то есть Гарсия сына Неко и Гарсия сына Химену, правили совместно, и поэтому корона, в общем-то, беспрекрасно переходила от одной части ввода к другой. Вот этот Гарсия Хименес вернулся к союзу Банукадзи, тем более, что те поссорились с эмиром Кордовым. В 882 году между Памплоне и войсками состоялось очередное сражение, и Гарсия в ходе него погиб. Но к тому времени, уже два года, ну с 880 года, в Памплоне был и Фортун, сын Гарсии I, который до того был 20 лет заложником в Кордове. И, соответственно, когда Гарсия Хименес погиб, то Фортун стал естественным правителем Памплоне. Но, по всей видимости, также его соправителем был его троюродный брат. Ну, значит, Фортун продолжал союз с Банукадзи где-то до 898 года, потому что после этого Банукадзи снова стали сближаться с эмиром Кордовым. Тогда король Памплоне, в свою очередь, стал искать в союзе с королем Астурии Альбонсом III. И около 1900 года объединенная войска Астурии и Памплоне попробовала наступать на мусульманские земли, но потерпела сокрушительное поражение, и затем в течение ряда лет Банукадзи совершали набеги и разоряли земли в Памплоне. И Фортун был вынужден искать примирение с ними. Это вызвало недовольство знати. Возник заговор, в котором принял участие второй сын Гарсии Хименеса Санктин, который вступил в сношение Альбонса III. В 1905 году вот эти заговорщики убили сына и наследника короля Фортуна, которого звали Эннеко, а затем захватили самого Фортуна и его соправителя Эннеко Гарсиса. То есть это троюродный, насколько я понимаю, брат Фортуна, который был старшим сыном Гарсии Хименеса. Значит, Фортуна заточили Хименеса, где он в следующем году умер. Что касается Эннеко Гарсиса, то, в общем-то, непонятно, а что там с ним кто-то заходил. А может быть, он остался жив и даже еще успел побывать регентом после смерти свергнувшего его младшего брата Санктин. Ну, Санктин I, опять же, сын так, сын Гарсии Хименеса. То есть у нас Эннеко Гарсис и Санчо Гарсис в испанской терминологии. Так вот, Санктин I пришел к власти в 1905 году в результате заговора. Он светнул у Фортуна и своего старшего брата Эннеко. И с него начинается как бы новый период в истории королевства. Значит, начиная с него в королевстве правит только линия Хименес. То есть линия Аристы. Все, закончилось. И этот вот дом Хименес довольно славный. Он закрепится и в Наварии, и потом в его Негостилии. И также Санктин стал первым монархом, который именовался королем Наварии. Дело в том, что в 924 году после серии поражений христиан Памплона была захвачена и постушена мусульманами. И столицу королевства Санктин I перенес в Нахеру. А это город, который захватил изначально Ардоний II и король Леона. Но затем передал его королю Санктию, который был его союзником. И Нахера находится к западу от Памплона. Но тем не менее, Санктин расширял земли под своим глянем на восток. Дело в том, что в 922 году умер последний независимый граф Арагона, у которого не осталось сыновей. И ниже мы поговорим, как Санктин сумел включить это графство в свое королевство. В декабре 925 года Санктин I умер. У него был малолетний сын Гарсия. Но похоже, что корона досталась младшему брату Санктин Химену II. Или же Симеону II. А может, тот был лишь опекуном. То есть мы там точно не знаем. Но он активной политики не вел и умер в 931 году. А между 931 и 933 годом, судя по всему, опекуном Гарсии был некий Эннеку. И возможно, это старший брат Санктия, тот самый Эннеку Гарсис, которого Санктин свергнула в 905 году. В 933 году мать мальчика, королева Тода, кстати, происходившая из линии Аристы, обратилась за помощью к могущественному Абдарахману III. Тот вынудил Эннеку отдать регенство ей. К слову, еще при жизни отца вот этот Гарсия был обручен с дочерью последнего графа Арагона и, соответственно, наследницей графства Арагона. И именно благодаря этому браку короли Навару сумели включить Арагон в свое королевство. А еще в первые годы регенства Тода сумела выдать сестер Гарсии за короля Леона Раннимира II и графа Кастилии Фердинанда, который известен также как Фернан Гонсалес. С 934 года Гарсия правит самостоятельно, хотя он находится в зависимости от Абдарахмана III. Его называют Гарсия I еще. Ну, хотя вот мы говорили уже, что на престоле Памплоны были короли по имени Гарсия, но, видимо, вот как бы с правления Санктия начинается как бы новый этап, там новое королевство Навара, что ли, и поэтому нумерация обнуляется. Не знаю, по-другому объяснить сложно, но в основном Гарсию сына Санктия называют Гарсией I. Так мы и оставим эту нумерацию. Значит, в 1937 году он вышел из повиновения халифу Абдарахману III и нашел союзника в лице короля Леона Раннимира. Их объединенные силы в 1939 году одержали важную победу мусульманами при Симанкосе. И в середине 10 века в Леоне разразился гинстический кризис. Благодаря своим брачным связям Навара активно вмешивается в него. И вот в Наваре тогда правило де-факто правило. Старая королева Тода, мать Гарсии, она оказывает поколительство королю Санктию I в Леоне. Да и после ее смерти, в общем-то, Гарсия также поддерживает Санктия. Он помогает ему в борьбе с графом Кастиле Фердинандом. Фердинанд он племил и выдал графу королю Леона. Интересно, что затем сам Фердинанд вступит в союз с халифом Хаканом II. И когда тот разобьет короля Леона, то пострадает и союз на ему Навара. Король Гарсия I умер в 1970 году и ему наследовал сам Абарка. Он уже в тому времени неоднократно вмешивался в дела Леона. И к началу собственного правления Навара оказывало большое влияние на Леон. Там правил юный Ранимир III. В 1974 году граф Кастиле Гарсия, сын Фердинандо, решил побоевать с мусульманами. Но это начинание оказалось неудачным. В следующем году он и поддержавший его король Леона и король Навара были разбиты. А в 1977 году у мусульман появляется новый военачальник, знаменитый Аль-Мансур. Мусульмане переходят в наступление. Но мы это уже историю знаем. Они очень сильно теснят христиан. В результате ряда поражений в 1981 году король Санкт-Петербург был вынужден признать себя вассалом халифов. А в 992 году он попробовал освободиться от этой зависимости, но неудачно. В 993 году король лично едет в кордову зданию. А в следующем, в 994 году Санкт-Петербург умирает. Петербург Навара переходит в Россию к второму сыну Санкт-Петербург. Подобно Апсу он пытается освободиться от вассальной зависимости по отношению к новому халифу Хишаму II. Но также безуспешно. В 1996 году он был вынужден лично отвозить дань в кордову и оставил там множество христианских заложников. А когда в 1997 году король взял в одном из мусульманских городов в плен и убил брата Аль-Мансура, то 50 христианских заложников в кордове были казнены. Аль-Мансур жив, все там пока хорошо у мусульман. В 1999 году он вторгается в Навару, берет памплону, принуждая Гарсию к поминовению. И в следующем 1000 году король пытается объединиться с графом Кастилии и взять реванш у Аль-Мансура. Ключевая битва между христианами и мусульманами произошла при Сарвере и мусульмане одержали веру. Хотя оба войска понесли значительные потери. Вполне возможно, что в битве при Сарвере король Гарсия II погиб. В точности утверждать это мы не можем. Но дело в том, что первые акты его сына и преемника Санктия III датируются в 10000 году. То есть между 1000 и 10000 годом король Гарсия то ли умер, или что так же вероятно погиб в битве при Сарвере и начал править его сын Санктий III великий, о котором мы поговорим в следующий раз, потому что с него начинается период доминирования Навары среди христианских государств иберийского полуострова. А на этом этот выпуск мы заканчиваем. Я благодарю вас за внимание. Присоединяйтесь к моему сообществу на сайте patron.com.com.com.com.com Подписывайтесь на мой канал YouTube. Велфахов. Оставайтесь на этом канале. Мы будем продолжать цикл. Всего хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok